Новосибирские школьники летом смогут заработать. В Доме детского творчества имени Дубинина им платят за прополку грядок и стрижку деревьев. Подростки работают в неполный день, как и положено по закону. Екатерина Карпенко узнала, где еще готовы платить юным помощникам и сколько именно. В арсенале грабли, метла, перчатки и прочий садовый инвентарь. Школьники полют грядки, очищают территорию сада, облагораживают декоративные и плодовые деревья. В общем, летние каникулы проводят с пользой и приобретают профессиональные навыки. Стречь кусты, поливать их и заботиться о траве. Как правильно стречь кусты, как проверять их, чтобы они были под один уровень. Лично я издалека встаю и смотрю, под один уровень они подстрижены или нет. На работу ребят, которым уже исполнилось 14, устраивает Дом детского творчества имени Дубинина. График пять раз в неделю, по два часа в день. Все официально. В конце месяца зарплата 7 тысяч рублей. Мы набираем ребят с июня по август. У нас работают мальчики и девочки. Они у нас устраиваются уборщиками территории и уборщиками служебных помещений. В основном вся работа у нас происходит на свежем воздухе в нашем саду. Они помогают, так сказать, поддержать наш сад в порядке. Они работают у нас пять дней в неделю. Суббота, воскресенье у них выходные по два часа каждый день. 16-летние подростки все чаще идут работать на лето в сферу общепита, отмечают работодатели. На данный момент в компании у нас работает 13 сотрудников, которым не достигли 18 лет. И они работают в плане законодательства. То есть у них неполный рабочий день и оформляется все по документам. Ребята в течение дня помогают нам с выкладкой теплой, витриной, холодной, то есть чем мы, в принципе, занимаемся продажей кондитерских изделий. Сбором заказов для наших гостей, а также приготовлением не только кофейных напитков, но и, в принципе, сейчас у нас начался летний сезон. Прохладительный – это наше все. На интернет-площадках можно найти множество вакансий курьеров, официантов и расклещиков объявлений. Однако эта работа, скорее всего, будет неофициальной, а значит, есть риск остаться без оплаты или получить меньше обещанной суммы.